Окей, всем привет сегодня у нас 30 ноября, в гостях Лев, пообщаемся по тематике, как там правильно сформулировать, даже не знаю. Зимняя серия игры, что, где, когда. Понял, отлично, поехали. Первый вопрос. Да, значит, мы решили с Денисом запилить вам вебинарчик такой небольшой, по поводу борьбы с хайджекерами и всякими прилипалами, которые садятся на ваши листинги. Абсолютно неважно, там, продаете на private label, бюро обшипите, я думаю, вам будет это интересно. Вот, ты мне подскажи, Денис, с чего начать, я вообще не готов. Не готов? Ну, это нормально. Смысл такой, как я себе это вижу в мероприятиях, на самом деле у нас есть, вот, как я написал, оборону создать. Оборону создать связано именно с внутренним нашим листингом и с внешними нашими врагами, потому что огромное количество, все время, то есть у нас есть много же проблем. У нас есть проблемы, чтобы, да, дойти до Амазона, кто-то там зарегистрироваться не может, верификацию пройти. Кто дошел до Амазона, как стартануть? Кто-то уже стартанул хорошо, начал продажи, кто-то аутстоки прошел, кто-то все сделал. И, предположим, у людей пошли продажи. Например, там, BesselRank 2000, 1000, не дай бог. То есть, вот реально я по себе могу сказать, я не так долго стал владеть именно такими аккаунтами, где там продажи идут. Вот, всегда есть набеги всяких негодяев, которых мы чаще всего почему-то называем китайцы. На самом деле, лично меня вот забанил человек совсем не китаец. Вот, то есть, это проблема. Да, да, так что весь смысл не в этом. Весь смысл в том, что у нас есть два направления. Первое, по хайджекерам что можно сделать вообще, какие есть варианты, какие мы можем предоставить услуги. И второй вариант, это что делать, если, например, как у меня ситуация была, то есть, я про себя буду говорить. Давай степ, давай степ, бай степ. Все, давай, значит, начнем с тех людей, которые негодяи, которые, давай сейчас я тогда уточню, которые, например, есть хайджекеры, которым дали товар бесплатно по купонам. Это была проблема год назад. И они продают, пытаются вот это одну, три, пять, десять штучек наших продать. Это одна из ситуаций. Мы проигрываем байбокс, например, и не можем там рекламу делать. Это одна проблема, я считаю, она не принципиальна. Вторая проблема, это когда приходят люди и торгуют не нашим товаром, как правило. Мы делаем выкуп, если они на прайме особенно. Делаем выкуп, жалуемся, и они как бы уходят. Второй момент, если на FBM, и они пишут, например, 60 дней доставка. Здесь уже совсем другая игра, непонятно, что делать. И третий момент, самый худший, это когда постоянно раз в час приходят новые прилипала, нам не дают работать. Они приходят, как правило, в прайм-тайм, например, начиная там в 4 часа дня, в 5 часа дня, в 6, 7, 8. И за день, например, приходят 2, 3, 4 конторы таких. То есть, естественно, понятно, что нельзя не выкупить у них ничего, ничего сделать нельзя, работать не дают, убивают. Это внешнее воздействие наших конкурентов. Как с этим бороться по пунктам? Или что-то я, может быть, не учел, может быть, в этом направлении еще что-то? Ну, можно ответить на твой вопрос в двух словах. В двух словах это вы копите деньги и приносите Денису. И Денис решает этот вопрос с помощью меняемой команды. Вот, а если расширенно, давай расширенно ответим вообще по хайджекерам, которые приходят на ваш листинг. И что с этим можно делать? Делать нужно следующее. Ну, я просто обозначу, о чем сегодня будем говорить. То есть, я хочу продвинуть одну из услуг. Ну, как бы, прошаренный народ меня знает, как бы, знает, чем мы занимаемся. С клейками ревью, там, бустами какими-то, что-то там еще. То есть, я хочу запилить еще один проект, который мы используем для своих партнеров, именно своих аккаунтов. То есть, как мы боремся с хайджекерами, то есть, я хочу это пустить в массы, в народ, пускай народ пользуется. То есть, смысл будет следующий. Как мы будем работать, как это будет разделяться, и что мы будем делать, и сколько это вам будет стоить. Значит, хайджекер приходит на ваш листинг. Вы правит лейбл, залазит по-моему непонятно кто, и торгует вашим товаром. Не вашим товаром. Но это абсолютно не важно. То есть, он торгует, забирает у вас какой-то трафик. Первый вариант. Вы завезли из Китая что-то такое непонятное, которое продают все, и в принципе, допустим, он завез то же самое. То есть, скорее всего, там ваш листинг не попортится, то есть, не будет каких-то ревью плохих. Просто вы не зарабатываете какие-то деньги. Это первый вариант. Второй вариант. То он продает вообще товары not as described. И, скорее всего, помимо того, что вы не зарабатываете деньги, вам еще и листинг бьют, потому что клиенты, помимо того, что там пожалуются на этого стеллера, они на ваш листинг оставят ревью негативно верифицированное, что, в принципе, потом скажется на ваших продажах. То есть, я думаю, что народ, который продает, им не нужно такие просто фундаментальные вещи объяснять, почему с хайджекерами нужно бороться. Слушайте, вы создали ваш листинг, это ваш хлеб, вы должны с него зарабатывать. И тут кто-то приходит и торгует, потому что Amazon, да, разрешает это делать, если у вас нет какого-то бренд-гейтинга. По поводу бренд-гейтинга в двух словах я расскажу, что есть такие наглые хайджекеры, которые и это происходит. То есть, они там рисуют invoice, залазят и торгуют. У меня недавно был такой клиент, то есть, там был прям наглый-наглый-наглый. Значит, что мы делаем? Если это FBA-продавец, да, то есть у него товар на складе, у нас есть армия такая, я ее так называю, байер-аккаунтов, которые просто будут делать выкупы и, соответственно, красиво и аккуратно жаловаться на этого селлера так, чтобы не попортить листинг, а попортить данного селлера, чтобы они могут идти торговать вашим товаром. Занимает это в среднем, ну, где-то 2-5 дней. Вот, выкупы мы делаем, заявляем от клиента, выкупы мы делаем там и от бюджета, да, то есть, это как дешевый товар, дорогой товар, то есть, понятно, что клиент сам определяет. Ну, я как бы рекомендую там 10 штучек, это как бы железно, как бы, данного хайджекера. Теперь клиент решает такую одну вещь. Выкупая у него товар, мы можем послать ему на склад в США этот весь товар, чтобы он мог его потом перепаковать и, соответственно, послать уже на свой склад и перепродать, если товар, допустим, соответствует описанию. Либо второй вариант, мы можем товар купить у хайджекера и отправить его на деревню дедушки, на какой-то любой адрес, да, самое главное, чтобы был выкуп. И у нас были инструменты для того, чтобы пожаловать на данного хайджекера. Да, отсюда понятно, поставьте плюсы. Плюсов нет? Нас вообще кто-то слышит сейчас? Да, да, подожди, этот, как его зовут, это же не мгновенно, там отставание идет звука, не помню. Ну, слушайте, ну, я думаю, кто в теме, он, в общем, понял, о чем я сейчас говорил. Вот. Значит, делаем выкупы, жалуемся, закрываем данного хайджекера. Если это FBM-продавец, то есть, который дропит ваш товар, там, допустим, СВС, Алиэкспресса, то есть, тут тоже, как бы, два варианта мы его рассматриваем. Первый, мы смотрим на estimate delivery day, то есть, потому что сейчас очень распространен такой фраут, что залазят с телера, они просто не ошибят товар, они залазят на ваш листинг, собирают денежки, причем, как продают очень дешево, по факту, основная их стратегия заключается в том, чтобы продать много разных листингов, ну, с разных листингов продать много товара, они знают, что их Амазон забанит, они не отправляют товар, как таковой, да, но просто не все байеры открывают из-за этой клеммы и просят, как бы, возврат денежный. То есть, в конце концов, данный селлер все равно в плюсе, то есть, он теряет селлер-аккаунт, но он все равно в плюсе. Что плохо для вас? Для вас это плохо тем, что у вас снижается цена байбокса, ну, то есть, вы продаете за 10 долларов товар, залез хайджейкер, и продают ее за 3-2, то есть, купят у него там, ну, в зависимости от ваших продаж, вы можете, то есть, у вас, допустим, немного, да, там, скажем, не продаете тысячи, продаете, наверное, 15-20 в день. Если хайджейкер будет также продавать 15-20 товаров в день по цене 3 доллара, то есть большая вероятность, что вы потеряете первое байбокс, второе, что вам прилетит негативный ревью на ваш товар, типа того, что вы не получили, но оно будет верифицировано и, соответственно, повлияет на ваши методы. Это первый вид хайджекеров. Второй, который реально, как бы, что-то... У нас прерван, да, прямой эфир? Ну, нет. Сейчас, подожди. Работает все. У меня написано, прямой эфир прерван. Сейчас, смотри, секунду. У меня же не обновляется он? О, сейчас вот нормально. Ну, он может это самое... подлагивать. Прямой эфир, нормально, нормально, работает. Слышно? Окей. Второй вариант. Хайджекеры залазят на ваши листники, реально шипят ваш товар. Это бывает случай, когда вы продаете неуникальный какой-то товар. То есть вы сделали простой репатинг, либо вы там, вы самые умные, или там с того, посылать какую-то тряпочку, вы думаете, она вас защитит, да, ну, тряпочку с названием там вашего псевдобренда, и вы думаете, что она вас защитит. То есть хайджекер нашел этот товар без тряпочки и, в принципе, забил на то, что ее нужно с тряпочки посылать и продает. То есть в данном случае вы теряете просто деньги, ну, какие-то продажи с вашего листа, которые вы сделали, которые вы могли гипотетически сделать. Здесь мы поступаем в то же самое, то есть как такового бюджета у вас нету, то есть мы сами за свой счет выкупаем товар, определенное количество, которое мы считаем нужным, и просто его клеймим, то есть мы закрываем его как селера, как такового. То есть это тоже, в принципе, занимает там по времени, ну, может быть, чуть больше, чем FBA зависит от эстамента delivery day. Ну, скажем там, до там 7-8 дней мы закроем данного хайджекера. Про первый случай, когда они не шипят, я не сказал, мы закрываем. Делаем то же самое, то есть мы выкупаем быстренько-быстренько-быстренько у него там приемное количество и портим ему ОДР. Проблема в ОДР заключается в том, что метрики не сразу заходят. То есть если я купил сегодня товар, даже завтра, гипотетически, если бы я смог бы открыть клейм, а это невозможно, то есть возможно там открыть на четвертый день, все равно как бы метрики селера портят только через 7 дней. Поэтому здесь в случае, если у вас появился такой хайджекер, вам нужно просто оперативно решать этот вопрос. Я говорю про FBM-хайджекера в данном случае. Ну да, отсюда, мне кажется, понятно все, ребят. Поставьте плюсы, если там, не знаю. Все понятно. На данный момент? Понятно. Все, то есть я вот, например, это самое, все, ничего не вижу такого сложного, что... Давайте в двух словах я объясню, как это выглядит вообще просто для меня. Ну, то есть у нас есть армия байер-аккаунтов, которые с гиф-балансами, там, некоторые из них эллижибл или ревью даже. То есть на Амазоне очень важно... Ну, то есть на Амазоне он думает, что это приятные покупатели. И делая какие-то манипуляции с вашими хайджекерами, то есть Амазон очень серьезно смотрит на то, что, например, какой-то байер купил, и пожалуйста, то есть эти байер-аккаунты не были созданы сегодня, потому что вчера эти байер-аккаунты созданы давно, на них есть какие-то покупки, поэтому им доверяют. В вашем случае, помимо борьбы с хайджекерами, то, что мы будем делать выкупы, вы можете также... Ну, то есть это не продается, как у клуба, но это такие бесплатные пряники. То есть вы можете дать какую-то ссылку, супер-юрел, да, то есть по которой выкупы будут делать по определенному ключу. То есть неважно, у кого мы купим на самом деле, то есть купить с вашего лестинга, поэтому какие-то ключи могут вам вырасти. И если байер-аккаунт будет eligible для ревью, мы также можем вам там оставить ревью на ваше ассинт-соответственно. То есть там, в принципе, можно сразу какие-то, помимо того, что закрыть хайджекер, еще какие-то плюшки получить приятные, которые мы можем вам сделать. Для меня эти байер-аккаунты, может быть, кто-нибудь, я не знаю, есть ли среди вас геймеры или нет, то есть я когда учился в университете, мы там пропадали в таких игровых залах и играли в StarCraft. Может, кто-нибудь играл в StarCraft. Короче, у тиранов там такая нация была, больше похожа на людей, да, там была пехота, такие солдатики. Смысл этих байер-аккаунтов заключается в следующем, что это такая пехота. И кто играл в эту игру, знает, что что бы ты там ни построил, там, не знаю, какую-то базу сильную, там, с бронительной, с танками. То есть в нашем случае я говорю о том, что у вас там хайджекер очень крутой, сильный, либо это какой-то бренд, там, непонятно, что. Вот такая армия, армия вот таких маленьких солдатиков, она все равно зайдет, и после нее будет выжженное поле. То есть как бы вот эта армия солдатиков, наши байер-аккаунты, мы их называем среди нас стелс-байер-ак, да, то есть которые могут просто после себя оставить выжженное поле, и, пожалуйста, можете этим пользоваться. Сегодняшнего дня или завтрашнего. Я закончил? Так, давайте, давай, да, по вопросу зададим по... Давай вообще про Старкрафт поговорим, что у меня какая-то ностальгия. Ты играл вообще в эту игру? Да ты это самое, нет, я Старкрафта не играл, я играл до этого, я же древний уже, я мой. Я сейчас зацепил, я, наверное, закончил игры в компьютерной на героях, помнишь такие? Играл в героев? Ну, конечно, Герой 5, я помню. Ну, вот герои вот эти, да, потом они когда начали наши делать, аутбука вот эти ужасные стали, а вот герой, я все прошел, все карты, все, что можно. Вот эта вещь. И поэту закончил, а до этого там че только не играли. Ну, вот эти вот у меня вот брат, это тема с братом надо разговаривать, он как раз у меня там все эти Control Strike, StarCraft, до сих пор играет, да, отличная тема для вебинара, я считаю. Кино обсудить. Я все давно, я несколько раз группы хотел сделать отдельно именно там, по интересам там, у меня потому что мы там, ну, Clash of Clans, вот я года три убил, четыре даже, не знаю, то есть я там случайно зашел, статьи читал, делать нечего было, думал, что за игра такая. Зашел, вот четыре года убил, один аккаунт продал, один остался, я что-то уже это. Ну, то есть, у нас там клан как бы развалился, все там, поколения поменялись, люди просто надоело. а так-то уже обсуждали. Если у тебя сейчас клан, если у тебя сейчас клан, там 15 тысяч подписчиков. Ну вот, я и говорю, я из одного в другое, понимаешь, новая игра, новый менеджер. Я тебе реально говорю, реально говорю, это вот реальные, это тот же менеджер, я к Амазону отношусь, случайно так же, просто менеджер с вложением, и все. То есть, просто реально, горю на работе, все на. Вот. Именно вот, я прямо вот так и отношусь, то есть, у меня прямо вот менеджер, я сижу, все показатели смотрю. Я еще единственное, нашел одну такую программу, в которой все будет. Все сюда собрал, и вот это, строишь вот эти вот города, все вот эти деревни. Да, тут народы, герои. Герои три руля, да, я помню. Но это вообще детство какое-то. Герои, когда там такая графика, помню, я этого товарища играл. Да, тут народ, короче, собрался это, разновозрастный. Давай, давай я тебя остановлю, зато сейчас мы уйдем. Ну, я тебе говорю, ема, что, мне опасно. Сейчас я еще прокину, начнем разговоры тут вообще. Так, давайте вопросы по, сейчас прогоним по-быстрому, о негативе, который у нас в байбоксе, потом пообщаемся. Давай, может быть, я цену озвучу, чтобы всем понятно было. Сейчас просто я скажу цены, все отключатся, мы с тобой вдвоем будем говорить. Да не, не отключатся, мне кажется это. Не, ну, конечно, ты можешь это в любом... Да, в общем, цена будет следующим образом. Денис у вас как инквайринг, вы ему доверяете, то есть все заказы будут идти через Денис, там через ее помощницу, значит, услуга стоит вам 300 долларов. Окей? То есть, если это FBM, FBM-хайджекер, вы больше ничего не платите, только 300 долларов. Если это FBA-хайджекер, то вы еще озвучиваете бюджет выкупов, то есть вы говорите там, сколько нужно, ну, то есть мы порекомендуем, но вы в свою очередь там скажете, сколько купить, там 5, 6, 10 товаров, можно вообще весь склад выкупить, то есть как бы это уже ваше усмотрение. Опять-таки, эти выкупы, которые мы делаем, то есть еще раз напомню, вы можете их на свой склад отправить, потом перепродать, не терять деньги. Если не хотите заморачиваться, то можно просто на какие-то адреса отправить подарки к Рождеству американцам, они очень любят получать посылки, непонятно от кого, то есть я знаю. Так что еще раз, 300 долларов, FBA больше ничего не платите, FBA вы еще озвучиваете бюджет. Это касается одного конкретного хайджекера. Если у вас их 10, значит придется за 10 платить или нет? Да, по поводу еще хайджекеров есть такая вещь, ну, то есть можно делать без выкупов, если у вас есть торговая марка, ну, соответственно, первый вариант, вы умеете сами закрывать, да, и вам не нужен ни Денис, ни я. Второй вариант, вы ничего не умеете, но можете обратиться, мы тоже там с вами поговорим, это не будет стоить так дорого, но мы вас научим закрывать по тему. Ну, то есть научим, как защищаться по тему очень быстро. Вот. То есть мы сейчас с вами разговариваем, если у вас нет торговой марки собственной и Амазон вам помочь не может. То есть это очень часто бывает, то есть я знаю народу, у которой есть своя торговая марка, на самом деле я один из тех людей, у которого есть торговая марка, но я ей не пользуюсь и не буду повторяться, почему, то есть я это рассказывал там на вебинаре о другом, то есть вы, наверное, слышали, если не слышали, то послушайте. Давай, Денис, погнали дальше. У нас здесь вопрос, значит, по поводу этих самых оплаты и всего остального я скину Sky помощнице просто по заказам к ней, потому что это самое, она сейчас этим занимается, всеми вот этими вещами, связанными с приемом заказов. Какие там проблемы, естественно, все остальное, все на мне висит. Так, а каким образом, так, вопрос вот здесь есть один. Что, на вопрос вам отвечает? Да, один вопрос, ответим только, а каким образом вы будете оставлять положительные отзывы на товаре, если вы будете жаловываться о продавце в одном и том же заказе? Ну, очень просто, то есть в правой руке будет мышка, то есть мы наведем ее на, как бы, оставить ревью и оставим положительные отзывы. Ну, ладно, серьезно ответить, но это не имеет отношения одно к другому. Мы пожалуемся на продавца, соответственно, я сейчас не озвучивал, что мы напишем, как мы напишем, то есть у нас есть целая технология. Есть фидбэк, а есть ревью, правильно? Да, да, то есть если это, опять-таки, FBA, FBA именно, хайджекеры, им эти фидбэки до одного места, то есть в принципе, если он прошаренный, а скорее всего, эти хайджекеры, они там 90% прошарены, и они знают, чем они занимаются, то есть они уже потеряли полтора миллиона селлер-аккаунтов, и у них еще полтора миллиона есть, не это их бизнес, они так живут, и они их удаляют, амазон их в принципе удаляет либо с первого раза, либо там сотого, то есть там есть техника, по которой мы можем просто закрыть им этот ИСК, чтобы они не могли не торговать. Но есть супер прошаренные такие хайджекеры, которые могут даже эту блокировку обходить, но таких очень мало, но если будет, то это частный спуск, естественно, больше денег мы с вас не возьмем, будем работать с плотами. Так, по поводу помощницы, да, Анна Семенович. Так, значит, второй, второй момент, это мы сейчас говорили о моменте, об услуге именно связанных хайджекерами, попробуем, потестируем, думаю, недели через две расскажем про результаты, там или я расскажу, или со львом вместе расскажем, то есть по ситуации. А, второй момент, второй момент, что ты можешь сказать про негодяев, которые не у нас в байбоксе, но мы реально процентов на 90 понимаем, кто это делает. Ну, то есть ситуация, как у меня была, в которой я к тебе обратился лично, и которую ты мне решил уже два раза. Это когда ни с чего не с того, первую ситуацию расскажу, ни с чего не с того, у меня начали меняться категории в день по 10 раз, у меня ушел гуллит, и все ушли, у меня ушло весь description, у меня прилепилось ко мне, значит, ну, понятно, что вариации 50 отрицательных отзывов, и там с 4,8 я упал до 2,5 звезд, то есть за 4 дня, за 4 дня, кстати, мне даже Bessel Run пропал, мне Amazon написано Not Found, вот, даже в кипе дыра была, хотя товар на складе был, все было. За 4 дня я с 2000 Bessel Run купал до 20, и в конечном итоге на данный момент, на данный момент прошло уже больше месяца, это был как раз в Белоруссии, ну, то есть, сколько там, вот на форуме в этот момент, потому что я его и проглядел, эту ситуацию, в принципе, долго отреагировал, а я, получается, сейчас только вот болтаясь от 4 до 10 тысяч Bessel Run, я уже упасть не могу, то есть, турбо-старт я просрал, вот, меня человек как бы поднагрузил, и все, то есть, даже сейчас, когда мы решили эту проблему, я уже не могу, то есть, ситуация такая, так скажем, стратегия как бы все равно отчасти сработала. Вторая ситуация у меня сложилась по-другому, на днях, когда у нас эти все пятницы были, у меня и выкупы сделали всего моего склада, и просто в конечном итоге меня забанили на короткий промежуток времени, мы разбанились, и вот этого человека, и что с ним произошло случайно, я скидывал в этом, как его звать, статью, надеюсь, все прочитали в анонсе нашего мероприятия, и непосредственно вот этого негодяя, который все, в принципе, это и делал, то есть, они многомиллионные, это самое там, 400 тысяч долларов, да, по-моему, компания потеряла оборот, в CNBC там что-то рассказывали, ну, это, я думаю, что это одна из жертв, которая, ну, естественно, конечно, которая крупная, кто-то, пошла в газету, куда-то там что-то рассказала, да, то есть, вот люди, вот что с такими делами, есть ли такие возможности, точечно, грубо говоря, по этому работать, вообще, нет, значит, нет, есть, значит, есть, то есть, расскажи, пожалуйста, что людям делать вообще, куда обращаться, то, что ко мне реально постоянно обращаются, я понял, ну, вообще, вообще, я просто расскажу о себе, о нашей команде, то есть, вы поймете, то есть, для чего мы это делаем, основная, то есть, основная, просто глобальная, глобальная идея того, зачем мы там последние, там, несколько месяцев вообще вылезли наружу, да, заключается только в том, что я не гонюсь за деньгами, мы их-то и так зарабатываем, на Амазоне достаточно давно, мне хочется, мне хочется сделать эту площадку чище, чище в плане того, что убрать вот этот, вот этот фраут, скажем, сделать так, чтобы мои скилы, которыми я обладаю, они, они обесценились, и цена им была ноль, то есть, я хочу, чтобы это была площадка, удобная, приятная, как это было там, очень много лет назад, где вас не могли закрывать по торговой марке, там, раз, второй, как вот сейчас Денис рассказывал, не меняли бы категорию, да, либо там делали выкупы, вот как у тебя тоже случилось. Ну да, да, просто работы реально не дают вообще. Основная задача сделать так, чтобы это все не работало. Как это сделать? Единственный способ на Амазоне это сделать, это просто заставить, сделать, ну, сделать так, чтобы проблема, лавина огромная, чтобы Амазон, то есть, у Амазона было очень много жалоб таких сейчас, когда компания там стоит больше, чем полтриллиона, то есть, вот эти там 1% там каких-то селлеров, ну, как в статье, да, кого-то закрыли, не закрыли, да, они как-то точно решают, но глобально они никаких изменений не вносят. И это делается на протяжении очень многих лет, не вносится. Они знают, что у них есть эти проблемы, они знают, что я могу сейчас зайти к любому бестселлеру, купить у него весь склад абсолютно, получить его, написать Амазону, что я получил, но, то есть, describe, и отправить обратно этому селлеру шнурки, и Амазон вернет мне деньги, да, и тот селлер получит шнурки, и что с этим делать? Ну, то есть, Амазон знает, что такое возможно, и так делают, те, у кого есть инструменты, у кого есть эти buyer account, у кого есть возможность как-то купить, да, то есть, кто знает технологии, куда писать, как, пожалуй, я хочу, чтобы это не работало. Поэтому, одна из причин, чтобы мы запускаем эту борьбу с хайджекером, я просто предприниматель, и у меня сложно заставить себя сделать что-то бесплатно, ну, то есть, что-то бесплатно. Когда это какие-то там, не знаю, какие-то копейки будут капать, это все равно, и люди, плюс, такие, механизм, которые нужно сделать, что нужно сделать, то есть, я понимаю, что-то заработается, это будет какой-то механизм, по которому мы будем это делать. Мы будем закрывать все хайджекеров, мы будем открывать все клеемы, с утра до вечера. Я хочу, чтобы это просто, амазон пришел к тому, что нужно что-то изменять. Нужно изменять систему, по которой, любой whiz-drawn-клейм, в whiz-drawn-клейм засчитывается сейчас в defect rate. Я считаю, это нечестно, абсолютно. Ну, это просто, просто безумие. Так не должно быть. И так не было. И не было пару лет, да, то есть они опять это вернули, опять это изменили, и мне это не нравится, мы будем это менять. Ну и, соответственно, там вещи про выкупы, которые я вам говорил. То есть так не должно работать. Как только это будет какая-то лавинообразная вещь, просто все начнут этим пользоваться, они это закроют, и будет круто. Да, может быть, появятся другие какие-то возможности заниматься фраудом на Амазоне, но все будет решаться степ-бай-степ. Это глобально. По поводу того, что если у вас на данный момент сами такое происходит, вас там пытается, ну вас пытается загасить конкурент, менять вам категорию, добавлять вам негативное ревью, какие-то вариации, или просто делать выкупы, мы не киллеры. То есть как бы звонить Денису и сказать, что мне срочно нужно кого-то там убить и показать пальцем, мы этим этим заниматься не будем. Но мы владеем информацией вместе более-менее в теме, что происходит на Амазоне. По крайней мере, в двух случаях, что случилось с Денисом, я был в теме. Я знал, то есть к нам обратился по первому товару и по второму. Я знал, кто там и что там, кто там рулит. То есть в первом случае мы… Денис торговал в категории, в которых я знал, кто там, как бы главный, кто там гасит. То есть просто написал ему, не трогает, помирили, и все, Денис торгует. В втором случае я знал, кто этим занимается, потому что была статья, и, соответственно, я знаю все его бренды. То есть у него там было 12. И один из брендов – это вот, где торговал Денис. соответственно мы тоже очень быстро просто его закрыли то есть по большому счету мазут он вроде бы так по огромный но когда вы там работать очень долго то это маленькая песочница где в принципе плюс-минус все другу знают и знает чем занимается поэтому если у вас есть и проблемы слушайте обращайтесь ну в частном порядке сможем поможем то есть ценники я вам объявлять не буду потому что библиотеки на я понял тут все понятно да то есть сказали вот такая ситуация потому что одна основная проблема в этой ситуации непонятно кто гасит на самом деле когда более-менее там процентов 90 понятно тогда это одна ситуация когда вы просят хотите всю нишу загасить это совсем другой правильно на глаз так раз определил вот я вот я считаю комментарии одного человека зовут алекс он пишет если вы действительно хотите что-то поменять тогда вы уйти это паблик эффекта будет больше окей на самом деле думал об этом поэтому вот есть инстаграм-канал подписывайтесь и когда там будет очень много очень много подписчиков мы будем это менять с вами только поэтому у вас там есть инстаграм на который нужно подписаться там не будет никакой реклама там ничего впаривать не будем ну то есть он нужен именно для этих целей для массы людей короче новый трасс инстаграм ссылочка сверху над этим видео шапки естественно не надо от меня ждать что я там завтра начну пилить какие-то видео как надо вести что надо открывать какие-то секреты и что-то так далее то есть пожалуйста без таких обманутых ожидания новым степь-бай-степ то есть почему нет только для этого я его из окей чем и дальше делаем ничего давайте ответим на вопросы и по домам да давай на какой а ты читай что тебе нравится отвечай если вопрос есть в основном вот константин страждущий у него там фотографии меняет издеваются над ними я читал вот так что в любом случае обратиться пообщаюсь а константин тарасов я смотрю на слушайте константин обращайтесь денису если он там фотографии меняет посмотрим где вы торгуете кто это если сможем поможем с удовольствием так этих айджекер орудуют только на американском азоне или в европе тоже слушайте я давным-давно не торгую европе поэтому я не обладаем отчасти то есть как бы когда-то торговал но сейчас не торгую так что вы мне лучше расскажите орудуют там или нет мне этот рынок не интересен так дальше в instagram много это сколько юра ну не знаю то есть давай давайте сколько здесь сколько у тебя там подписчиков 15 тысяч ну живых я думаю который сейчас активно именно на амазоне это наверное группа наша проект x где отзывы люди ищут там сейчас на данный момент три с половиной тысячи человек ну тысячу наберет учета перед я думаю так вот рубик джан пишет да мне тоже один и да поменял категорию каждый день каждый день день я ну слушай рубик я тебя понимаю меня и да что что как нет прокомментировать так смайлики вижу да как вопросом низко протянуть то есть это вообще возможно да нет там и от самых и не было так что забери еще народ у вас нет вопросов такая тема такая прям живая ты просто так я читаю постоянно этот паблик ваш да то есть с утра до вечера по кому залезку кому там не знаю продажи убирать спросить что нибудь у вас сейчас есть уникальная возможность бесплатно получить какой-то ответ так юрий спрашивает обучаете нет у меня нет нервов я не люблю у меня нет нервов я людей не люблю сергей спрашивает на всей не все ищут там отзывы но про комментарии которые ты говорил что это паблик есть помещена свою половинку или они спрашивают один как-то спросил как наказать или поставить конкурентов так на меня всех нагибил посмотрели а в итоге все но что их подставляет каждый леонид и есть такая категория людей которые будут смотреть на вас какой сам как вы себя чувствуете примеру я не скрывать что я тоже замешан в этом фрауде и у нас есть все виды бизнеса где мы там никого не пускаем то есть слушать на бизнес чё поделать так что я на вас не смотрю так алекс спрашивает много ли у вас остался капитан то очень много сергей да все понятно будет проблема знаем куда идти до серега обращайтесь опять кости спрашивает насколько реально через оборуд ст и с тема обидеться нереально но by стыд нереально как вот обьётесь то есть по правилам азона как когда вы создаете листинг и он без торговой марки даже с торговой марки то есть по правилам азона на листь не принявить вам он принудит амазон и там можно торговать любой серьезе у вас нет наبدке опять-таки что такое брен гейтинг брен гейтинг это такая маленькая маленькая стенка между вами и человеком, который хочет торговать. Когда хайджекер заходит на листинг, которым есть брейнгейтинг, Amazon у него просит инвойс. Соответственно, сейчас даже ваша группа, полтора миллиона человек, которые рисуют эти инвойсы, и Amazon их принимает. Все, он застит на ваш листинг, и для Amazon он также имеет право торговать там. Второй вопрос, что вы против того, чтобы он там торговал. Amazon все равно. Абсолютно. И вот поэтому мы сейчас запилили с вами лайв для того, чтобы объяснить, как с ними бороться. То есть вы можете писать в группах, искать помощи, а можете просто к профессионалам обратиться, которые вам там за 2-5 дней решат этот вопрос очень быстро. Так, как при склейке отзывов обойти конфликт бренда родительской вариации? Ну, я сейчас вам расскажу, как мы еще клеим отзывы, да? Естественно, что я вам это не расскажу. Да, кстати, по поводу склейки отзывов и по хайпу, то, что было там, что за это банят и так далее, и так подобное, мы наклеили в районе, там, не знаю, не знаю, прям было очень много клиентов, людей, которые понимают, зачем это нужно. То есть к нам приходили, ну, то есть к нам приходили люди, которые клеили там 30-50 отзывов, да? То есть я не понимаю, зачем они это делают. Ну, я делал, и даже если вы, ребята, возьмете, просто посмотрите в ценник, то есть если у вас есть интеллект, вы поймете, почему он так сделан, он сделан для того, чтобы, не потому, что мне там... На глаз, на глаз. ...в 30 отзывов, 30 отзывов, 500 долларов, потому что я изначально говорил, что если вы хотите быть в топе, да, номер один, блин, наклейте себе тысячу ревью, тогда у вас будет конверсия, то есть клеить 30 ревью нет смысла, поэтому там и ценник такой, то есть я думаю, ну, обойдут у нас клиенты стороной, но все равно клеили, ладно, за ваши деньги любой каприз. То есть мы наклеили там за это время, там, в районе 12 тысяч ревью, ни одного человека не забанили. Объясни, почему не забанили, потому что это с другого аккаунта идет, а не с вашего. А со своего аккаунта... Основополагающий фактор, я, может быть, это плохо говорил, то есть основополагающая вещь, просто основополагающая, то, что клеит с другого селлер-аккаунта. Мы создаем пара антасин, и на нем все делаем. То есть даже если на вас, пожалуйста, конкурент, то приходит жалоба на наш селлер-аккаунт. То есть вас не тронут в любом случае. То есть у нас был один клиент, у которого гарантийный случай постоянно. То есть конкурент постоянно убирает эти ревью, и мы их добавляем. То есть нам приходит жалоба на наш селлер-аккаунт, мы добавляем. То есть так уже было там на три раза. То есть про банны со спенды забудьте. Это технически невозможно, поэтому если вы хотите нормально торговать, у вас private label, у вас есть два варианта. Первый вариант – вы можете там попытаться найти эти раздачи, кому раздать. Второй вариант – купить неверифицированные отзывы. И я здесь с Денисом, кстати, не соглашусь. Ну, может быть, он на себе это проверил, что эти неверифайты все охуенно. Извините, пожалуйста, за твое слово. Но я считаю, что нет, на самом деле. Это мое личное мнение. То есть за них как раз таки банят и их удаляют. Склеены отзывы, а Магон не удаляет. Максимум их может удалить ваш конкурент, который будет вас мониторить. Ну, слушайте, конкуренты могут также вам и добавить эти негативные ревью, они могут вам менять категорию, они могут, не знаю, делать у вас выкуп и жаловать. Поэтому, если говорить в комплексе о конкурентах, они могут много чего. Но, как бы, по факту склейка ревью – это не что-то страшное. Поэтому клейте. Ну, серьезно. Это крутая штука, как очень быстро получить очень много ревью. Так, следующий вопрос. Если вы нападете на хайджекера, сможет ли он, пожалуйста, в ответ каким-либо образом на мой аккаунт? Я даже не знаю. В смысле, пожаловаться. То есть, позвонить в Амазон, сказать «Здрасте, залез фейками торговать, меня тут закрыли». Ну, давайте, если по чесноку, если хайджекер злопамятный, ему нифига делать, то есть, он, в принципе, может у вас выкупать товары и также на вас жаловаться. Но, в принципе, он может делать без того, чтобы вы на него напали. То есть, он, как бы, залез на ваш аккаунт, сделал вас в три выкупа. Тем более, если вы продаете какие-то носки там за три доллара, да, там, нечего делать, купить, что там, три бакса потратил, написал в Амазон письмо, у него аллергия теперь, там, нога вся распухла. Нашел там в гугле фотографии распухшие ноги, отправил индусов, индусов все упали и закрыли ваш листик. Он так может сделать без проблем. То есть, конечно, что он может пожаловаться. Вопрос, ну, то есть, как бы, в моей практике, ну, были войны, но не с хайджекером. Обычные хайджекеры, это такая, еще раз, в моем понимании, это низшая каста селлеров, которые больше ничего не умеют. Ну, это такой интересный вид бизнеса, где вы каждый день открываете селлер-аккаунты ежедневно и завозите товары на более-менее продвинутые листинги. Вы знаете, что селлер-аккаунт вы потеряете, но плюс-минус вы все равно что-то заработаете. Как бизнес-модель? Да, рабочая. Поэтому есть хайджекеры, ребят. Ну, то есть, тут вопрос, как бы. Так, это тот же спец, что для CES Hub предлагал услуги. Да, это тот же спец, Роман. Так, Костя опять спрашивает. Sorry, брейнгейтинг – миф или реальность? Брейнгейтинг – это реальность и не миф. Тут, кстати, есть в группе Денис Сулимчик, вот у него брейнгейтинг очень круто работает. Игорь, если у вас очень много стелс-аккаунтов, тогда их можно использовать для продвижения. Верно. Да, верно, но мы эту услугу пока не продаем. Просто у нас в своих очень много проектов. Даже эту услугу с хайджекером я там запускал больше двух недель. Времени вообще нет. Какое должно быть первое… Так, я не могу прочитать его имя, что Фанк просто… Ну, в общем, какое-то нерусское имя. Какое должно быть первое действие, когда появляется хайджекер? Напугать его или как? Да, первое действие, когда появился хайджекер. Не обязательно сразу бежать и денежки свои кровь надавать. То есть, естественно, напишите ему письмо. Я думаю, что, ну, не проблема его найти. Можете сами написать, если английский владеет. Напишите, что сделаете у него в выкупе. И как ему будет… то есть он нарушает… Допустим, гипотетически зацепитесь за свой листинг, найдите там что-то так уникальное. Я уверен, что вы там перепаковали его как-то там на китайской фабрике и эта упаковка уникальная. Ну, я так предполагаю, что вы так делаете. 90% из вас. Напишите, что уникальный у вас товар, упаковка уникальная, и он торгует фейками. Если он там не уйдет в течение 12-24 часов, то вы, соответственно, пожаловатесь на него в Амазон. Естественно, не нужно ждать 24 часа, попытайтесь пожаловаться. Может быть, перформанс-тим там сжалится кто-то и закроет его, хотя это маловероятно. Ну, то есть есть вариант того, что хайджекер уйдет. Ну, если он уйдет, то все очень круто и вы сэкономили деньги. Вот. Ну, как показывает практика, они не уходят. Костя, у нас, кстати, спроси про гейтинг, у нас вебинар на тему хайджекеров. Дальше. Юрий, какие здесь и конкурент, как вы говорите, выкупил, выложил фото со сломанной ногой, он пожаловался и вас забанили. Юрий, очень просто вы обращаетесь с Денисом, у нас есть услуга по разбану. то есть, это даже не разбан, это не когда мы пишем письма в перформанс-тим и там пытаемся что-то доказать, потому что все это очень долго. То есть, мы за 10 минут вам остановим вести. Вообще проблем нету. соответственно, вы будете знать, вы будете вооружены, и вы будете в курсе, что у вас такой хайджекер, который выкупает. Это, соответственно, уже оружие. То есть, мы сейчас на вебинаре с вами говорим про оборонительные действия, что вам нужно сделать, то есть, как бы, ну, залез к вам в хайджекер, как вам оборонять свой листик. Мы с вами не говорим о том, как нападать, там, не знаю, как, ну, то есть, если на вас, вас выкупили, на вас пожаловали, то, соответственно, вам нужно обороняться, обращайтесь, то есть, у нас есть план действий. Оксана спрашивает, озвучите категорию, куда лучше людям не идти, если вы там чистите. Оксан, ну, некорректно будет об этом говорить, то есть, что значит не идти, идите, просто мы вам попросим уйти, то есть, мы вежливые люди, мы сразу никого не закрываем, не мочим, мы просто спрашиваем, то есть, иногда даже торгуем, всегда весело. Ну, в общем, по поводу того, что не идти, это не было, звучало так прям строго, что вам не нужно идти, что только вы зайдете, если с вами что-то случится. Естественно, мы люди нормальные ребята, то есть, вам напишем письмо, что так, мол, так, давайте как-то там, ценами договоримся, то есть, в нашем случае, мы пытаемся сделать так, чтобы всем было комфортно и удобно, то есть, я против того, чтобы залазили какие-то люди и дымпинговали, да, то есть, хотя, в принципе, это вид конкуренции, но я против такой конкуренции, потому что никто не хочет стрять деньги. Естественно, мы пишем, то есть, давайте как-то там по ценам, по цене договоримся, если товары разные, то есть, нет проблем, торгуетесь, товары одинаковые, естественно, я знаю, где вы его взяли, где вы купили, значит, смотрели у меня, соответственно, будут какие-то меры. Дайте какой-то инсайт, кроме услуг, Илья спрашивает, ну, не знаю, я с вами не знаком, чего я вам должен инсайт какой-то давать, ну, дам вам инсайт, компания Amazon будет расти, все хорошо с ней, купайте ее акции. Демпинг это зло, пишет Юра, с вами согласен, Оксана пишет спасибо, спасибо вам. Слушай, мы так можем до бесконечности вопроса, в принципе, я думаю, это самое, закончили практически, по поводу не верифай, хотел дополнить, насчет того, что... Давай ты не будешь дополнять, останется так, как будто это зло, да, и отнышил, какой негодяй, а как же, тогда ладно, хорошо, а как же на старте прилеплять твои, не поймешь, от чего отзывы? Послушай, давай, давай, хочешь, я это говорил, я просто, ну, там был раз какой-то вебинар, я говорил очень быстро, когда-то кашляло в голове, давайте вам просто от льва, вот просто, как запустить ваш товар, как я это делаю, я вам прямо сейчас дословно. Вот тебе инсайт, давай как раз, вот. Да, очень просто, вы запускаете товар, окей, я не клею листинг, я не клею ревью, то есть, я там говорил, я вам рекомендую, ну, я не рекомендую, я вам говорю, что вам нужно делать, своих ревьюшек, то есть, своих органических, то есть, раздайте кому-нибудь, я думаю, у вас не будет проблем 5-10 ревью пораздавать, пораздавать товар там, куда-то там, через какие-то группы, либо там, ну, в общем, знаете, как это делать, поставьте 5-10 своих ревью, эти ревью должны быть с фотографиями, с видео, какие-то очень красивые, напишите им текст, окей, у вас есть эти 5-10 ревью, залайкайте их, то есть, пролайкайте так, чтобы после склейки эти ревью были выше, и дальше клейте, то есть, мы вам эти ревью подберем из вашей подкатегории, то есть, здесь у вас не должно быть обманутых ожиданий, то есть, они не будут о вашем товаре, они будут о товаре из вашей подкатегории, то есть, может быть, какое-то несоответствие, там, какой-то шарик, или что-то еще, у нас была проблема с одним клиентом, то есть, он стал читать ревью, он говорит, а вот вы вводите в заблуждение моего клиента, потому что у меня в бутылке нет шарика, окей, я этого клиента понимаю, да, там, нет шарика, но где оно, то есть, мы не выбираем ревью прямо его товаре, мы берем из категории, так, чтобы это не было, что у него... Это невозможно просто, в принципе. у него трава айфон есть, а ревью там от книги, которую я там пару раз показывал в пример, да, то есть, понятно, что что-то там может быть не соответствует, но люди не читают ревью на второй, на треть, на четвертый, на пятый, а если они читают, поверьте мне, пускай эти люди у вас не покупают, ну, то есть, что нужно для конверсии, вы, у вас есть 10 ваших ревьюшек, вы приклеили еще 800, вы включили рекламу, вы на первой странице, у вас будет офигенная конверсия, если у вас более-менее хороший товар, это работает. Спросите у любого продавца, который, ну, хотя бы чуть-чуть силен в матчасти и торгует на вазоне больше года, спросите, он вам скажет, да, лев говорит тем, он работает. Окей, тут второй вопрос, что у вас там, могут быть какие-то вопросы по конкуренции, кто-то вам обратится, их могут убрать, да, мы их добавим, и так далее, ну, то есть, по гарантии, но в плане вот самого старта, как вам запустить, вот именно так и пустить, на самом деле, если вы посмотрите самую жирную нишу, посмотрите, но там есть, крутые бренды, которые там раздают на десятки тысяч долларов товара для ревью, но я уверен, что нас не слушают сейчас такие люди, нас слушают люди с бюджетом, там, не знаю, две тысячи долларов, и он хочет всех победить, вот вам просто рецепт, как победить. Один из вариантов, не надо, не надо, но реально, тема, ну, я имею в виду, что это не единственная, да, тема нормальная, реально работающая, вот, так что, по себе могу сказать, можно работать, так скажем, по поводу, по поводу вот всего остального, то, что можно это делать, можно делать, вот, надо просто общаться, спрашивать, какие вопросы, по поводу вот здесь, некоторые вопросы вылезли, что такое хайджекеры, как они могут прицепиться, это мы надолго здесь зависим, вот, эта группа будет достаточная, так, в принципе, что еще, что еще, я думаю, на сегодня достаточно, склейка, склейка, возможно ли на вариации, без разницы, выбирайте. Ну, то есть, у вас, си, на котором, там, три варианта цветовых, или по размеру, то есть, review, они будут видны, то есть, мы их склеим на своем селер-аккаунте, на нашем паренте, и они добавятся на все ваши три варианта, то есть, нет никаких проблем. У нас там есть некоторый технический момент сейчас, окей, то есть, мы там в некоторых категориях это достаточно сложно сделать, в некоторых категориях там сложно парсить, но, как бы, там, по запросам клиента мы это решаем, поэтому здесь вот следующий вопрос, если там по срокам, там, с review, то, ну, в принципе, стараемся достаточно быстро сделать, но иногда могут быть задержки, то есть, вас заранее предупредят, потому что это достаточно, ну, достаточно, к примеру, closes в одежде, да, то есть, сейчас сложно парсить, мы там специально скрипт пишем, из гугла вообще парсить, достаточно сложная работа, вот, просто появился клиент, и мы узнали, что мы не можем, потому что я шмотками никогда в жизни торговал, и, как бы, даже не знал, что там по другому немножко встроены вообще эти категории, вот, как-то так, какая гарантия на склейку, гарантия есть, я не знаю, Денис-то озвучил гарантию, но, в общем, Аня, Аня лучше всего знает, к ней обратитесь, да, спросите, спросите у Ани, но она есть, как бы, есть какие-то проблемы, слушайте, мы со всеми клиентами стараемся дружить, там, даже через год кто-то звонит, скажет, что-то попросит, ну, слушайте, если там одна минута времени, вам никто заряжать, ничего не будет, мы сделаем, лишь бы вы продавали, я за то, чтобы наше комьюнити было сильное на Амазоне, чтобы вы там были в топе, чтобы я заходил на первую страницу и видел наших селлеров, да, они там, скажем, с Юго-Восточной Азии, вот. Так, подписывайся на Инстаграм, Льва, сверху в шапочке, вот. Думаю, сегодня был полезный лайв, как, как хотел сказать, как обычно, но я не могу так сказать, потому что не мне это решает. А у тебя обычно не полезный лайв, да? Я не знаю, просто я не люблю вот этого, знаешь, сам за себя говорить. Если количество людей потихоньку, я, знаешь, когда начинал первые лайвы, это был январь или февраль того года, по-моему, программ у меня не было, таких специальных, можно было лайвы проводить только фейсбук-странички. Я думал, я не в группе провожу, я сейчас в группу перейду, вообще бомба будет. Я перевел, у меня постепенно все меньше и меньше. Так я упал, вообще, по-моему, до 30 людей некоторые лайвы приходило. Ну, сейчас вот начался какой-то это самое очередное. у меня сейчас такое ощущение, что прямо вот такая семья, там целая сидит около монитора и слушает, очень-очень приятно. Вот, кто-то пивусик попивает, то есть, кто-то там агитирует на Амазон. И сегодня не пятница просто, сегодня не пятница еще. Сегодня не пятница. Да, четверг, это такой более-менее рабочий день. Пятницу вообще, мне кажется, никого не поймаешь. Почему? Почему? Сегодня четверг, нет? Ну, сегодня четверг, а была бы пятница, я говорю, вообще никого не поймаешь. Мне кажется, что у Амазон-селлера вообще нет разницы пятница, суббота, мы можем и в понедельник пойти на график. Не, ну не скажи. Я просто все равно утром на работу, какая разница, что пятница утром здесь, вот на работу. А, контакт, Таня, я сейчас кину здесь. Утром просто это, смысл такой, что реально очень многие Амазон-селлеры начинающие, очень многие, и они реально не работают только на Амазоне. Это мы с тобой на Амазоне только работаем. А многие к этому идут. У меня даже есть партнеры, с которыми я товары запускаю, с которыми мы уже зарабатываем прилично, они все равно работают еще. Потому что очень сложно, потому что это виртуально, то есть не каждый себе может позволить. То есть ты всю жизнь на работу ходил, представляешь, всю жизнь. Ты был наемным работником. Ты зацепил там, я не знаю, пятак в месяц получаешь, десятку зарабатываешь чистыми, а там зарабатываешь, я не знаю, три. И то это было вообще фантастика, три, а тут десятка, например, или пятак пускай даже. И человек просто думает, блин, может это временно, а вдруг завтра что-то случится. Понимаешь? То есть вот, а вдруг товар, хеджекер сядет какой-нибудь там или еще. И люди должны хотя бы какой-то период времени пройти, чтобы поверить в это надолго. Я вам одну вещь скажу от себя. То есть, мне кажется, ну, она может быть, может быть, что-то перевернет у вас, перевернет вас, но это я говорю вам искренне сейчас. Я говорю это искренне всем партнерам, с которыми я работаю, которые когда-то начинали работать, я им всегда это напоминаю. То есть сейчас, когда они уже там поднялись, хорошо, я напоминаю. И вам скажу сейчас это бесплатно абсолютно. Вот Амазон, это площадка, где неважно, сколько вы зарабатываете, пять тысяч или пятьдесят. Это одни и те же усилия, просто их нужно делать правильно. То есть вы сейчас зарабатываете пятеро, вы считаете, что все у вас хорошо и круто. На самом деле, если вы что-то измените, да, в своей стратегии, послушайте умных людей, будете пользоваться каким-то аутсорс-услугами, то есть, не знаю, то есть будете собирать около себя, у себя грамотных людей, за то же время вы зарабатываете пятьдесят. Да, если вы там еще и как бы в матчастисе, сильно достаточно человек, то в принципе можно и стоить, сто пятьдесят, то есть нет ограничений, сколько вы заработаете на Амазоне. Абсолютно та площадка, где вы можете шарировать. Главное начать до пяти. Самое сложное до пяти дойти. Да, поэтому зарабатывать пятеро, да, ну круто, там на семьдесят и он хватает, но поверьте мне, за то же время вы можете попалкать и негде. Просто ничего не бойтесь, сидите, работайте, менять, что-то не останавливайтесь. Это не оборот разговора, а чистый доход. Чистый доход. Ребята, не оборот, я говорю о доходе, мы оборотах. Конечно, конечно. Я вообще не люблю обороты, не люблю скрины, когда кто-то из вас выкладывает, как он в черную пятницу там продал на тридцать тысяч, на двадцать тысяч долларов. Это ни о чем вообще абсолютно не говорит. Я говорю о чистом доходе. Окей? То есть я просто знаю, я просто знаю, серьезно, у меня есть дроппер, который, если выложить свой оборот, как бы, ну в принципе, да, он удивит там девяносто процентов вашей публике, но если вы узнаете, сколько с этого оборота у него профит, то он-то удивит почти сто процентов. То есть насколько у него там маржа двести-триста процентов. Поэтому оборот ни о чем не говорит, никто не пишет, насколько у него там оборот. Я говорю о чистом доходе. Все ясно. Все, ребят, да, было круто с вами. Денис, приглашай. Так что все, обращайтесь к Денису, услуга работает, будем мочить. Все. Этот проект мы условно назвали HP. У нас туго-туго с фантазией. Вот, поэтому все проекты мы называем двумя буквами. HP, HP называется. HP, да. Все, все, тебе спасибо. Контакт, Таня, я сейчас выложу в шапочку под Инстаграм Льва и в комментарии. Так что обращайтесь без проблем. Какие-то будут проблемы, вопросы, я всегда на связи, так что напишите. Skype тоже есть. Все, всем пока, всем удачи. Пока-пока.